Вокзальная 38. Этот дом находится на окраине города. В нем более 20 подъездов. А соответственно и проблем у жителей этого дома предостаточно. Основные это низкое давление подачи горячей воды и не отремонтированные подъезды. В прошлом году здесь заменили насос горячего водоснабжения и частично проблемы с подачей воды решились. Как и проблема с так называемой обраткой. Все же вопросы у жителей дома остались. Ремонт у нас не делается. У нас вообще сарай. Ни квартиры, ни подъезды. У нас грязище. И дворников у нас нет. Хотя год назад сами жители этого дома отказались от текущего ремонта в пользу установки пластиковых окон. Их заменили в 11 подъездах. И только там, где не было долгов за услуги ЖКХ. Сейчас они составляют почти 40 миллионов рублей. Уже подано несколько судебных исков. Теперь с должниками будут работать другие органы. А вот кто должен бороться с курильщиками, этот вопрос волнует многих. Задавали его и на отчетном собрании. Чуть ли не до войны уже доходят. У нас до седьмого этажа. Порят, огурки бросают, летят чуть ли там через решетку, вот между лифтовой частью. По закону бороться с курильщиками должны полицейские. Для привлечения к административной ответственности нужно зафиксировать факт курения. И уже опираясь на него, полицейский может составить административный протокол. Как и в случае неправильно припаркованного автомобиля. Нужно сфотографировать нарушителя и передать снимки участковым. Об этом говорили уже на другом отчетном собрании. Управляющей компанией ЖКХ-8. У жителей есть претензии и к работе некоторых служб. С этого года контроль за домофончиками мы берем на себя. То есть все вопросы по входным дверям, по этим доводчикам и по работе домофона мы берем на себя и мы выйдем на них. Опыт показывает, что жители старых микрорайонов интересуют текущий ремонт и плохие дороги. Жителей новых нехватка парковок и зелени. Тут же надо рассказать о своей работе так, чтобы они поняли. Спасибо вам. Живите долго и счастливо. И всего хорошего в вашей семье и вашим детям. Спасибо. Возможность поблагодарить жилищников или высказать недовольство в ближайшее время появится у всех нижнекамцев. Встречи с управляющими компаниями пройдут в каждом микрорайоне. Планы у жилищников все те же. В этом году в федеральную программу по капитальному ремонту попали 100 нижнекамских домов. Также коммунальщики планируют в этом году начать ремонт дорог во дворах. Есть надежда, что на эти цели правительство республики выделит 300 миллионов рублей. Асу и Матова Максим Липин. Новости НТР.